перед началом просмотра этого ролика обязательно поставьте лайк этому видео подпишитесь на канал и не забудьте про колокольчик так всем привет дорогие друзья с вами руслан сегодня у нас замена дисплейного модуля на всеми любимом хуауэй хонор в данном случае у нас моделька хонор 8 а начнем разбор для начала извлекаем сим лоток вот таком состоянии у нас находится дисплейный модуль и как вы видите матрица у нас уже пострадала то есть приклейки он уже не подлежит да и смысл приклейки такого модуля под вопросом разбираем как обычно здесь нет торцевых винтов никаких винтов кругу нету берем ноготь и где сим лоток между рамкой и корпусом заводим можно это делать конечно медиатором можно делать железной лопаткой но для сохранения корпуса я делаю это ногтем хотя сохранять тут честно говоря уже ничего корпус уже подустал что-то у нас изгодки по звуке ну нам это не важно сняли крышку отгибаем крышку в сторону дабы не брать шлейф и теперь нам нужно отсюда все винты извиняюсь за ракурс что же винты у нас выкручены с подложки и стенки отгибаем в сторону отсоединяем аккумулятор в первую очередь желательно это делать ногтем либо карточкой пластиковой отстегнули отгибаем в сторону убираем вот эту пластину она нам будет мешать отстегиваем шлейф сканера отпечатка пальца убираем крышку в сторону далее теперь можем отстегнуть межплатный шлейф и шлейф дисплейного модуля для ремонта был приобретен вот такой вот стойный модуль для вас естественно все ссылочки будут в описании вот так у него помят шлейф но я думаю это не страшно и у нас тачскрин отключен от дисплея давайте это подключим и проверим дисплей на работоспособность подключили шлейф тачскрина отгибаем старый шлейф дисплея подключаем новый шлейф дисплея и подключаем питание межплатный шлейф это можно не подключать есть картинка пока у нас загружается операционная система давайте выкрутим нижние винты с нижней пластины где у нас находится динамик и нижней оплаты здесь винты маленько другие и они очень плохо магнитятся есть смысл брать их пальцами либо пинцетом с крайний винт угловой у нас другой формы и магнитится очень хорошо телефон стартанул давайте проверим перспектив не закрывайте место вода это не знаем все с ногами но ничего страшного на телефон стоит пароль пароль и сожалению не знаю но если в экстрем вызове у нас все хорошо скорее всего дисплея все хорошо теперь можно отключать телефон я это сделаю откинуть шлейф аккумулятора выбираем наш новый дисплей теперь нужно извлечь динамик откладываем в сторону и желательно нам приподнять нижнюю плату для удобства я встегну шлейф который идет к нижней плате то есть межплатный и наверное сначала подогрею на сепараторе сепаратор вышел на рабочую температуру в данном случае 70 градусов так нам дисплей уже не нужен можно подогреть чуть сильнее разогреваем телефон и снимаем нижнюю плату а потом уже будем ведь еще раз так приподняли нижнюю плату она вас подклеена кто не видел распаковку сепаратора вот здесь будет подсказка ссылка на сепаратор также имеется в описании можете пройти посмотреть при желании можете его заказать повторно нагреваем корпус телефона чтобы размучился клей по периметру дисплейного модуля чтобы мы могли его беспрекастно выклеить из рамки так корпус у нас подогрелся аккумулятор нам снимать не требуется отклеиваем вот этот язычок с массой он нам тоже будет мешаться берем уже всем известные остаток от лезвия канцелярского во всех видео она присутствует поддеваем в любом месте под рамку приподнимаем дисплей берем какую-нибудь пластиковую карточку в моем случае это остаток от защитного стекла 3d в описании ссылочка на специальные пластиковые карточки для разбора телефонов и вот такими движениями срезаем старый дисплейный модуль из нашей рамки маленько влезли в подсветку ну не страшно вам дисплей уже не нужен шлейф у нас маленько подклеен и вытаскиваем старый дисплейный модуль так цветка разобралась уже ничего страшного старый дисплейный модуль идет в помойку мы же подготавливаем рамочку убираем остатки от клея и от стекол ну что ж остатки стекла у нас удалены остатки клея тоже удалены осталось нам обезжирить рамочку из-за пропилы и спирта или каким-нибудь другим обезжирителем растворителем рамочка у вас маленько пострадала при ударе но это нормальное явление для хоноров также у нас имеется стандартное коромысло корпус у нас маленько гнутый ну это опять же нормально для хуавей хонор после удара теперь берем клей ссылочка на клей также есть в описании клей t7000 никак не кончается надеюсь сейчас кончится не забываем что в верхней части телефона у нас находятся датчики приближение отдаления и освещенность их необходимо не залить клеем иначе в дальнейшем будут проблемы с этими датчиками клей мы нанесли по периметру наконец-то он по ходу дела закончился слава богу следующий ремонт открою новый тюбик все датчики приближения отдаления находятся вот здесь видно там можно посмотреть на новом дисплейном отверстие теперь снимаем защитный слой много кто его не снимает очень часто приходят телефоны после сервисов после замены вот с этой вот пластиковая наклейка внутри страшного ничего нету но правило она должна сниматься сеточка динамика осталась на месте после снятия старого дисплея центруем пониже по низу рамки очень плохо сделано расположение шлейфа тэкскрина он отпирает дисплейный модуль от рамки придется более сильно стягивать его что не есть хорошо можно повредить дисплей вверх рамки дисплей у нас принципе в рамки каким-то боком конечно же убираем вот так оттопыривается из-за шлейфа тэкскрина у нас модуль теперь стягиваю на резинки и жду восстания так телефон я подобрал обмотал резинками дисплей у нас работает тач отзывается корректно все болты включены на свое место неровность корпуса осталось на месте рамку нам сказали не менять ну что поделать как сказали так сказали что сказали то и сделали вот такой был ремонт замена дисплейного модуля honor 8 а обязательно поставьте лайк и подпишись на канал с вами был руслан до новых встреч пока пока